Утро с зарядки сегодня начали жители промышленного района Самары. Собрать соседей на гимнастику помогли и общественные советы. Напомню, они теперь есть в каждом микрорайоне города. Помимо упражнений под руководством профессионального тренера, всем предложили пройти бесплатное медобследование. Здоровый подход к делу оценила и наша съемочная группа. Руки в сторону все. Упор у вас должен. И то же самое делаем. Правая сторона. Аккуратненько. Хорошая погода и подходящее место для зарядки в теньки. Все упражнения выполняются четко под руководством тренера. Главное – правильно подготовиться к нагрузкам. Утренние занятия помогают держать организм в тонусе. Развивает вестибулярный аппарат, опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистую систему развивает, дыхательную систему также развивается. По идее, это упражнения не очень сложны. Зарядки проходят на территории школы номер 3 регулярно. Регулярное спортивное мероприятие – инициатива самих жителей. Ее поддержали общественные советы микрорайонов. Теперь, каждый вторник и четверг, они вместе укрепляют свою спортивную форму. И желающих все больше. Такие мероприятия нужно проводить, на мой взгляд, безусловно. Потому что это для здоровья, во-первых. Во-вторых, это настроение на целый день задает и сплачивает. Потому что на эти мероприятия ходят наши общественники из нашего микрорайона, которым еще одна из форм общения, конечно, не повредит. Мы, в свою очередь, обратились к директору школы, к председателю общественного совета, к главному врачу. То есть совместно все организовали. И вот прошло у нас такое мероприятие. Причем, вы видите, вот слышали, что люди, а как дальше? А сентябрь, а октябрь? Когда уже не лето будет? Всем хочется заниматься круглый год. После занятий – медосмотр. Всем измеряют давление, пульс и снимают кардиограмму. Мы не стали болеть простудными, потому что мы на свежем воздухе занимаемся. У нас, кроме дождя, мы в любую погоду – в холодную, в пасмурную, в солнечную – все с удовольствием ходят заниматься и привлекаем остальных. Подобные мероприятия жители вместе с представителями общественных советов микрорайонов планируют проводить и дальше. Всего на территории Самары их создано 355. Они появились по инициативе губернатора. Их главная задача – сделать власть ближе к людям и вместе решать актуальные проблемы. Владимир Маркин, Александр Дмитриев, Новости губернии.